Я представляю себе, что за одной партой через какое-то время будут сидеть дети политзеков и наемники из Вагнера. В какой фазе сейчас находится наша страна? Это замах дубинки или репрессии будут на прежнем уровне? И как увидеть свет в конце тоннеля? Писатель-фантаз Дмитрий Глуховский поговорил с нашим коллегой Дмитрием Еловским. Представляешь ли ты себе мир, где дети, ну или внуки политзеков сидят за одной партой, например, с внуками вагнеровцев? На самом деле мы можем здесь оглядываться на наш собственный исторический опыт и на опыт других стран. В Испании, например, дети республиканцев, франкистов и внуки учатся в одних школах. Для этого на долгие десятилетия, в общем, был наложен мораторий на внутренациональные разборки. И только когда умирают непосредственно участники событий, тогда, наверное, страсти немного утихают. И, собственно, реальные процессы демоцификации в Германии, в отличие от того, что было задекларировано по результатам Второй Войны, начались тогда, когда участники событий стали уходить, по крайней мере, по-настоящему из власти, из активной социальной и политической жизни, стали терять влияние на развитие ситуации. Детям их обычно все-таки проще, если только они не потеряли своих отцов и матерей. Просто детям, участникам событий, становятся проще друг с другом примириться. В конце концов, дети зачастую оказываются просто заложниками ситуации, заложниками взаимоотношений между взрослыми и их конфликтов. А внуки вообще живут дальше, как будто ничего не случилось. В нашей конкретно стране так получилось, что поскольку КГБ, воровшись внутри страны Советского Союза за власть с ЦК, раздробленная на два министерства, КГБ и МВД, именно для того, чтобы ослабить его власть, всячески изолируемая от политической жизни, тем не менее, восторжествовала после того, как Компартия была разрушена, вся инфраструктура КГБ сохранилась. К большому счету, на России сегодня правят наследники палачей, которые, собственно, и все инакомыслие в стране подавляли, и страну при помощи репрессий трансформировали в тот лагерь, которым она была десятилетиями, и в который она превращается снова сегодня. Поэтому по этой причине у нас никакого, разумеется, покаяния не было и быть не могло, потому что переобувшись на лету в дорогую итальянскую обувь, во власти остались люди, непосредственно причастные к осуществлению репрессий. И, разумеется, они совершенно не в собственных делах, не в делах своих духовных, а иногда этических отцов раскаиваться не хотели, потому что это бы подрывало их нынешнюю легитимность. Поэтому часто это имитировалось до известного момента, чтение имен, возвращение имен у славянского камня, допускалось, да, чтобы просто как-то символически от этого отстроиться. Но, разумеется, никакого деятельного раскаяния здесь быть не могло. В случае, если в России сменится власть по-настоящему, то есть сменится номенклатура, и нынешняя номенклатура опять ухлектована даже еще в большей степени, чем при советской власти, выходцами из ФСБ, скорее даже не выходцами, а, скажем так, рекомендированными сотрудниками, потому что, как говорится, солдат спит, служба идет, и когда ячейка спит, служба идет тоже. Вот. И, в общем, если произойдет смена парадигмы настоящей, в связи с тем, что нынешняя власть полностью обанкротится, или случится переворот, или случится революция, или еще что-то такое произойдет, связанное с полным выходом, исходом, изгнанием из власти всех людей, причастных к репрессивным органам и к нынешнему вот этому конгломерату организованной преступности и спецслужб, тогда, наверное, будет через какое-то время инициирован в обществе разговор о национальном примирении. Как ты думаешь, где, в какой точке мы сейчас находимся? Очевидно, что, конечно, репрессии связаны с войной, но смерть Путина, как мне кажется, вовсе не означает конец насилия над нашими согражданами. То есть вот сейчас это пик, это подъем, это плато. Сейчас ситуация, на самом деле, в очень бурной динамике, да, просто в авторитарных непрозрачных обществах эта динамика зачастую остается скрыта от внешнего наблюдателя, да, только в случае каких-то совсем таких уже. Ну, прорывов курункулов, как в случае с прошлогодним Пригожевским мятежом, это становится заметно и внутри страны, и внешним наблюдателям за ее пределами, да. Но надо отметить, что с момента Пригожевского мятежа прошло меньше года. То есть вот скоро будет год, сейчас опять кажется, что совершенно весь политический ландшафт прочно забетонирован, и что Путин был, будет и есть всегда. Но на самом деле всего год назад на Москву шли вооруженные колонны, все федеральные службы, отвечающие за безопасность не только, собственно, ФСБ, но и милиция, полиция, и армия, все в рассыпную бросились с его пути, и только какие-то жалкие работники коммунальных служб в оранжевых жилетиках пытались там какую-то канавку прокопать на пути у Пригожевских бронетранспортеров, да. И вот это было всего лишний год назад, и, может быть, частично как бы власть опять при помощи новых политических убийств укрепилась, но проблемы, которые привели к ее дестабилизации, сохранились. Кризис углубляется, война за это время сожрала еще некоторое количество десятков человеческих жизней, десятков тысяч человеческих жизней, потрачено бессмысленно еще некоторое количество сотен миллиардов долларов, и кризис в экономике, на самом деле, углубился, кризис социальный углубился. То есть все это удерживается, так сказать, поверхностным натяжением, работой пропагандистов и заливанием этих, там, брешей деньгами, да. Но деньги кончаются, и когда кончиваются деньги, если не подкреплять эти слова террором, то ложь становится всем очевидной. То есть люди готовы верить в эту ложь, они себя убеждают в правдивости этой лжи, потому что это подкреплено с этим материальным стимулом. С другой стороны, им страшно, там, противопоставить себя машине страшных репрессий. То есть в тот момент, когда это заканчивается, заканчиваются либо деньги, или перестают оказаться сильными-сильными, все истончается и обрушивается. Как-то все, конечно, очень темно, и как будто света даже не видно. В чем найти надежду, в чем найти ресурс? Дальше, как бы возвращаясь к тому вопросу, что может происходить после всего этого, то есть надо понимать, что так или иначе срок жизни режима привязан к сроку жизни Путина и его ближайшего окружения, которое, условно говоря, топит за войну. Не просто топит за войну. Их жизни, не говоря о карьерах, их жизни, и жизни их потомства, и то система наследственной аристократии, которую они пытались заложить, все это находится под угрозой прямого физического уничтожения, истребления, искоренения в случае поражения войны, с одной стороны. С другой стороны, когда они просто отрехлеют, второе поколение, условно говоря, их детей или тех, кого они выберут наследниками, не будет иметь те же самые мотивации. Всегда смена лидеров в авторитарном государстве приводит к смене парадигмы. То есть эта конфронтационная, тупиковая, по большому счету, линия взаимодействия с цивилизованным миром, она даже бессмысленна. То есть очевидно совершенно, что Китай, и он это демонстрировал неоднократно, и продемонстрирует еще, готовит России просто вместо вассала. И даже ФСБшники во власти, если они действительно считаются себя патриотическими настроенными, то они в какой-то момент должны испытать некий кризис идентичности от того, что, в принципе, им предлагается не Россию с колен поднимать, а дальше ползать на коленях ко двору хана. И спрашивать у него ярлык накнижения, подписку на новые какие-то апдейты технологических компаний и на возможность продать туда с большим дисконтом нефтегаз. То есть если у людей не будет стоять на кону вопросов собственного физического выживания, то стимула дальше играть в эту игру у них нет никакого. Я еще два года назад, в принципе, размышляя о том, сколько война продлится, считал, что длится она будет столько, сколько живет Владимир Владимирович Путин, потому что, в принципе, он даже наслаждается в ситуации, где он правит в состоянии вечного чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение удобно, когда у тебя прочая легитимность исчерпана. Ты можешь чрезвычайным положением и военным положением оправдывать все, что угодно. У Орла описано состояние вечной войны, которое, ну да, до известной степени население может утомляет, но с другой стороны вот живет в этом состоянии Северная Корея, да, и состояние вечной мобилизации. И холодная война все спишет точно так же, как война горячая. То есть если не согласен, значит предатель, если сомневаешься, значит шпион, пятая колонна, всех на дыбу, на виселец и так далее, да, потому что, ну, сами понимаете, по закону военного времени надо так с врагами поступать, как приходится. Ну вот, но, в общем, так или иначе, эта вечная война действительно вечной быть не может. И повторюсь, когда ее бенефициары сойдут в могилу, по разным причинам это может с ними произойти, и опять же, Бригородский митер показал нам бессмысленность каких-либо прогнозов, да, в этот момент, я думаю, что все будет нормализоваться. И репрессии, да, возвращаясь к центральной теме разговора, репрессии в любом случае это только инструмент. Для Сталина репрессии были инструментом для проведения, ну, по большому счету, там, индустриализации, да, там, резкой какой-то мобилизации до тех пор в сельскохозяйственной экономике Российской и Советского Союза. Была необходимость в рабском труде, была необходимость наполнить гигантские, циклопические проекты по переустройству национальной экономики рабской силой. И вот под это дело, из-за одного для подавления какого-либо сопротивления, инакомыслия, был устроен великий террор. Как бы совершенно рационально придуманная вещь, которая дальше разворачивалась с точки зрения обычного человека, как нечто иррациональное, форс-мажорное, как какая-то стихия, губящая просто без какого-либо определяющего принципа миллионной человеческой жизни. Точно так же и у репрессий сегодня есть очень понятный смысл. Да, это может оформляться телевизионными истериками в том ключе или в этом ключе, но смысл у них понятен и прост. Это подавление недовольства в условиях недостачи денег для того, чтобы от населения откупаться. Так или иначе, ресурс, который у России есть, он исчерпаем. Дмитрий Анатольевич Медведев, еще когда все было хорошо, рассказывал, что нам денег нет, но вы держите. Да, денег с тех пор больше не стало и стало меньше. Россия потеряла несколько очень важных рынков экспорта своих энергоносителей. Германия и прочие в Европе практически оказались от российского газа. Те цены, по которым удается продавать нефть в Китае и в Индию, гораздо ниже, чем Россия могла бы зарабатывать, чем Россия могла бы получать за эти энергоносители, если бы торговала ими в свободном мире, безусловие санкции и так далее. Война стоит миллиард долларов в день на российской экономике. То есть огромные расходы и сниженные доходы. И очевидно совершенно, что эту экономику за пределами ВПК истощает. Но чем меньше будет денег для того, чтобы откупаться от родственников убитых гробовыми и закидывать в зубы мобилизованным или тем более добровольцам сотни тысяч рублей, тем больше будет потребность отвничивать клапан репрессий и запугивать людей через страх. То есть сейчас репрессии все еще носят характер, хотя они стали гораздо более массовыми, все еще довольно точечный и, в принципе, распределяются и двух принципов. Прошу прощения, да, перестали двух типов. Один из них — это репрессии относительно знаков фигур. И это репрессии, ну, за исключением Алексея Навального и Ильи Яшина. Плюс-минус как бы мягкие. А другой тип — это репрессии против рандомных активистов, так чтобы любой человек мог на себя это примерить и сказать, что нет, не только за слепым приходят, но приходят за любым таким же человеком, как и я. И тут сроки, наоборот, необоснованно жестокие, чтобы запугать человека неизвестного, показав ему что-то другими неизвестными людьми. Хоть как-то себя, я не сказал бы, скомпрометирующими, скомпрометирующими, наоборот, как-то обозначившими, да, власть поступает совершенно безжалостно. Вот. И репрессии сейчас носят характер совершенно педагогический. То есть нужно, там, один человек сжег религий шкаф 25 лет, другой человек кинул бутылку в инкома 25 лет. Ну, то есть совершенно безвредные, но потенциально опасные, потому что могут подать пример гражданского сопротивления власти, поступки, власть выдает вот такие чудовищные сроки, да, именно потому что очень боится, что, к примеру, этих людей могут последовать другие, и тогда это все примет лавинообразный характер, и сдержать это будет невозможно никак. То есть власть очень серьезно оценивает потенциал народа к сопротивлению. И сколько можно, опять же, там, поверхностным натяжением бушующего океана, закипающего, всю эту картину стабилизировать, непонятно. То есть это нам все с вами предстоит открыть в ближайшее время. Понравилось видео? Тогда свою благодарность команде «Ходорковский лайф» вы можете выразить лайком. Так вы помогаете нам распространять ролики и трансляции. И обязательно подпишитесь на «Ходорковский лайф», если почему-то до сих пор этого не сделали. И скоро увидимся. Сегодняшний особенный гость Дмитрий Глуховский. Российские власти считают его иностранным агентом. Дмитрий, да, здравствуйте. А то как-то появились и исчезли. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, да, да. Вы же инагент недавний. Инагент и уголовник. Свежий, свежий инагент Дмитрий Глуховский. А то нам Шепелин рассказывал, что Дуся очень расстроился, что Шепелин не инагент, потому что, ну, должен быть инагент у нас вот в качестве инагента сегодня Дмитрий Глуховский. Дмитрий, вам известна инициатива Михаила Шатца, Андрея Макаревича о том, что они, и Валерия Славья, с тем, чтобы из них сняли статус инагентов. Ну, что-то я слышал, на самом деле, такое, да. А вы как считаете, вы не стремитесь к этому, как-то снять себе этот статус? Он вас не беспокоит? Ну, я не считаю, что какой-то статус, какой-то отношение имеет к Конституции Российской Федерации или к праву, или к защите чести, достоинства. Это же в чистом виде политический инструмент, который предназначен для того, чтобы дискредитировать цитаты любые человека, которого этим, значит, клеймом награждают, да, чтобы вы были вынуждены даже и в шутку оговариваться, и чтобы, тем более, государственные медиа, и все околгосударственные медиа каждый раз говорили и на агент, и на агент, и на агент, и на агент. Значит, что все, что говорит человек, говорит он, говорит, потому что он продался западом. Больше никакого смысла в этой во всей истории нет, и поэтому я не могу сказать, что я как-то особенно эмоционально все это воспринял. Я понимаю, почему это делается, я понимаю смысл. Мне кажется, люди, которые это придумали, достаточно прозрачным. Ну, что вы переживаете по этому поводу? Но вы, кстати, у себя метку нигде не ставите, я обратила внимание. Ну, потому что это не конституционная история. Давайте еще, может быть, из-за Давида себе буду нашивать, как выжилку сами. Продолжение. Егор Героев так делал, кстати, ну, говорил об этом. Сначала частичной иммобилизации в России вырос спрос на литературу о Второй мировой войне и нацистской Германии, пишет коммерсант. О чем нам говорит этот сигнал? Сигнал нам говорит о том, что мы перешли из стадии абстрактной фантазии на тему антиутопического государства, во время которых очень популярно было у нас, как мы знаем, произведение Джорджа Орла 1984, в течение 10 лет бил все рекорды продаж, и опережал с легкостью и Донцовой, и Акуниной, и кого хочешь. Сейчас мы и перешли в очень прагматическую плоскость. Понятно стало, что у нас в стране настоящий фашизм. И хочется аналогий, хочется понять, а как немцы-то жили. Я вот недавно прочитал «Ночь в Лиссабоне» ремарка. Это такая небольшая и, в общем-то, не самая значительная его вещь. А там удивительно интересно описание нацистской Германии, в которой отправляется уже сбежавший из нее из трудового лагеря, еще трудового лагеря, герой-немец, антифашист. И вот он возвращается туда, чтобы забрать оттуда свою жену, которая наставила. И первое, что бросается в глаза читателю современной России, это что не столько истерическое и единодушное одобрение Гитлера и гитлеровцев, там описывается, сколько страх. Всеобщий страх, чудовищный за свою жизнь, страх обмолвиться, что-то не то сказать, как себя проявить. И, конечно, наверное, мы все еще не там, потому что у лагеря по улицам немецких городов маршируют штурмовики, и есть больше оснований для этого страха. Мы все еще действуем преимущественно на подкорке, на усвоенном бабушками и дедушками материале. Потому что у нас это движение все еще не обрело какой-то подлиннородный низовой характер. Оно навязывается режимом и бюрократии, и целыми органами на народ. Сверху народу, ну, сверху, а народ, ну, в крайнем случае, готов там стукануть на кого-то. Но устроиться в колонны, искренне маршировать по улицам требования уничтожения Украины или НАТО. Люди все-таки у нас очень инертные. Или, может быть, все-таки у них какое-человеколюбие достаточно серьезное в них заложено. Или по-прежнему они считают, что мир у них вместо того, чтобы все должно гореть в атомном пламени. В общем, тяжеловато заводится русский народ на фашизм, если честно. Но атмосфера страха, которая, безусловно, способствует какому истерическому преклонению перед властью. И здесь вот эта вся история с мобилизацией очень к тему интересна. Потому что, с одной стороны, казалось бы, мобилизация должна, поскольку теперь из телевизионного шоу превратилась вся эта война в реальность, и теперь каждому арендуму приходят повестки, и никакие брони не работают, кроме как для детей высших чиновников. То есть, казалось бы, теперь война каждого затрагивает, ощущается как реальность. Ну, вот это же, наконец, должно же вызвать какое-то подлиннородное возмущение и гнев. Так же, как со ставинскими репрессиями, потому что ставинские репрессии, при всем кругом, что казалось, что есть какие-то правила, не рассказывают критические анекдоты, не делают смыслные замечания. Но, тем не менее, они были достаточно тоже рендомные. То есть, людей забирали, выдергивали просто из жизни без всяких, понятно, даже для его соседей, друзей причин. Может быть, по доносу, может быть, по навету, может быть, что на работе на кого-то никто посмотрел, может быть, какой-то там чекист или чиновник позавился на твою жену или еще что-то, неизвестный на квартиру. И люди исчезали. И вот этот вот абсурд и отсутствие логики в репрессиях и при этом неумолимости, невозможность никого у этого молоха назад себе отбить, в итоге порождало от ужаса происходящее какое-то преклонение перед системой. От ужаса происходящий чуть ли не религиозный восторг. Когда ты встречаешься с таким могущественным, жестоким мужеством, которым никак не договорится, в логике и правилах ты не понимаешь, ты можешь ему только молиться. Думаете, у нас тоже молятся на Путина? Так ты видела этот храм Минобороны? Ну, не на Путина. Нет, храм Минобороны, я сядю, там побывал как давно. Это удивительное, конечно, удивительно гротескное и абсурдное доказательство тотального отсутствия вкуса и той каши и галимати, которая происходит во головах людей, должных отвечать за нашу идеологию. То есть вот здесь у тебя храм, чтобы вы понимали, другой там не были. Я мимо-то приезжала. Храм достаточно мрачный. Он такой мрачный. Цветофаги. Храм огромное. Как сказать, панно. Иконоподобное, посвященное и войне в Афганистане, и Великой Отечественной, и Александру Невскому, и Чею Чухонцам, и Олдцам, и Ченегам, и все. Слушки, женщины, ходят в неком смешении между монашескими рясами и военной формой, то есть полуформой. Серьезно? Полуформа. А женщина разве служит-то может у нас в вооруженных силах? С погонщиками-то они ходят? Да, конечно. Желание. Ну, монашки могут. Слушки, они служат. Снаружи, чтобы вы понимали, прям стык к этому храму, который на тему смерти, на самом деле, посвящен Ниде Мои, который прожит. Он пришел на Иисусу, который про принятие упокоившихся. То есть храм смерти. И снаружи при этом полностью инсценирована такая панорама цилиндрадской битвы с подбитыми танками, с противотанковыми ежами. По ним можно бегать, ходить, там полный, как-то пробить, лазить. Рядом тир, рядом горка, на которой катаются люди, рядом квас, рядом шашлыки. Шашлыки. И все это вот так. То есть ты катишься на сборки, фактически из-за того храма, тут же можно пострелять, тут же можно полазать по танкам, тут же шашлыки пошли, дарь ее, тут же дремят патриотические песни. Мне кажется, это вот, ну, то, что происходит в голове, там, у нашего высшего военного руководства приятных. И это, конечно, ад. Ну, это же прохановская такая идея. Это же он придумал вот эту вот эклектику эклектической смеси из православия, Сталина, там, в виде иконы и так далее. Так что, начало полиция? Честно говоря, и выполнено очень на таком, что-то потребном уровне. Это правда. А так на кого молятся россияне? Россияне молятся на смерть, в принципе. Как-то на возможность не умереть. Не Путин лично. Да, Путин всего лишь там голова гидра. Там вот есть государство, которое было всегда, было вечно, от которого можно только спрятаться под корягу, переждать, пока оно бродит по лесу, изрыгая, значит, огонь, пламя, топача, и ты можешь маленькой зверушкой спрятаться под корягу и переждать. Собственно, спрятаться под корягу и переждать, это и есть наиболее распространенная стратегия выживания для большинства населения Российской Федерации во все время. А сделать так, чтобы государство было непремительно. Некоторые решают, как бы, ему идти служить, чтобы себя от него защитить. И, ну, это как-то крыльпало, которые за ним плывут, как глядают кусочки человечинки, которые выпадают из его пасти с многими рядами зубов. Лиза начала вопрос, разговор с того, что интерес к книгам возрос по военной тематике. А к вашим интересам вы не отслеживали? Возрос интерес? Потому что все-таки ваши книги сейчас многие воспринимают как такую программу на ближайшие десятилетия. То, что было раньше антиутопией, стало описанием нынешней реальности. Ты прав, вот этот мнем, что у Глуховского нашли опечатку, на самом деле, Москва 2023. Ну, вы знаете, я так понимаю, что книжки все еще из продажи не изъяли по какому-то досадному недоразумению. Ну, не успели еще, что вы торопите? Куда вы, можно сказать? Вот, и «Метровый» и «Пост» пользуются определенной популярностью, да, как говорят. Ну, я, собственно, выложил у себя в Телеграм-канале бесплатно, можно оттуда их читать. То есть я считаю, что тексты не то чтобы... Вы знаете, вот когда мне из Киева, из Харькова присылают читатели фотографии или видео, где они там на станции «Метровой» сидят и не могут неделями оттуда выйти на поверхность и говорить, представляете, как в ваших книгах, в отличие от того, что обычно испытывает автор, угадавший случайно развитие событий, предугадавший его. Я, конечно, испытываю только ужас, потому что это, помимо всего прочего, говорит о том, что никакие предостережения, предупреждения, намеки, метафоры, ничто не сработало. И, видимо, пока нынешнее наше поколение не говорит про 30-летних или 20-летних, я говорю про всех тех, кто, ну, по крайней мере, в разумном состоянии, как он провел последние 30 лет, вот пока это поколение не на своей шкуре, не посмотрит и не поймет, что это такое, что такое отсутствие свободы, что такое бесправие, к чему приводит это, да, что значит нахождение любого человека во власти 20 лет подряд без замены, какие-то необратимые изменения это с его душой осуществляет, как с такой практически научной достоверностью и прогнозируемостью авторитарные режимы превращаются в диктатуру, как он перестает хватать внутреннего форма и как они начинают лезть к соседям. Это же практически со всеми режимами происходит, и, видимо, наше поколение должно не на книжках этому научиться, а понять, что за диктатуру ты платишь как подданной этой диктатуре практически неизбежно. Часто это здоровье, свобода или даже жизнь. И что если ты не научишься сражаться за свои права, то ты обрекаешь из себя и своих детей на такое же рабское существование дальше. И даже если казалось, что ты отсрочку какую-то на 30-летнюю получаешь, то это только потому, что весь этот режим должен каким-то образом еще вызвать и дозреть, а он вызвает и дозреть неизбежно, потому что есть логика развития авторитарных режимов. В общем, очередной раз Россия преподает миру урок на себе того, как делать нельзя. Дмитрий, вот можно я вас как такого модного писателя десятых спрошу? Вот меня просто беспокоит несколько дней уже одна мысль. Мне кажется, вы начали об этом говорить, что вот эта вот тяга к фатуму, какой-то к смерти, она как будто бы появилась сейчас. Но у меня такое ощущение, что все это время, пока мы ходили по красивой покрашившей Москве, читали Глуховского, ходили на спектакль Серебренникова, оно все на самом деле было точно так же, просто мы этого не видели. Вот как вы считаете? Или действительно времена изменились, и только сейчас вот эта тяга к смерти, какому-то самоуничтожению возникла у конкретного человека? У конкретного человека, во-первых, я не вижу никакой тяги смерти, честно говоря. И мне кажется, это все просто опускание пыли в глаза, параллельно идут разговоры о полете на G20, открытие снова веток северного потока и так далее. То есть план далеко идущий, и не стоит думать, что какой-то конкретный человек решил сейчас покончить с собой. Нет, нет, с нами, с нами. Ну то есть наше будущее, наше настоящее, оно как бы... Что касается русского человека, ну это не русский тяга к смерти, потому что, чем хуже жизнь, тем больше тебе есть желание как-то ее хотя бы героическое и своей кончинное смысле. Действительно, смерть составляет ставить последнюю точку и вдруг придает даже самой бессмысленной жизни для внешнего зрителя некое кажущееся драматическое звучание. То есть жил как хлоп, как холоко, вот там кинулся с гранаты под танк и так его запомнили. Но это кажется все равно, потому что на самом деле большая часть абсолютно этих смертей проходит для внешних наблюдателей совершенно незаметно. И из этих десятков тысяч людей, которые погибли с нашей стороны уже на этой бессмысленной кошмарной войне, большая часть даже не доехала обратно, где-то там лежит в украинских степях, во рвах, неопознанная. И это все чудовищно и ужасно. И не стоит думать, что это желание какое-то, ну, не творит лиц, но коллективное. Или ощущаемое субъективное желание как флипться с идеей смерти, что это каким-то образом в жизни придаст смысл. Это еще хуже, потому что это очевидно совершенно какая-то бессмысленная кончина жизни, которая имела все шансы в общем стать и свободной, и счастливой и так далее. А как вам кажется, вот та самая русская великая культура, она имеет к этому отношению? Если мы вспомним роман Достоевского, братья Крамазова, там даже вот эпиграф из Иоанна «Если пшеничное зерно, упадше в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Вот про ту самую коллективную какую-то душу, про коллективную русскость, что ли. Знаете, ну мне кажется, это все вот эти вот коллективные русскости и все эти, это все какой-то дугинский бред, честно сказать. И надо понимать, что Дугин совершенно не искренний человек. Дугин жулик, который просто упивается возможностью наконец с такой высокой трибуны доносить свой витиеватый и непоследовательный бред до таких широких масс. Потому что он был до этого хулиганом и условно каким-то таким банком. И вдруг его идеи оказались, ну не уж бы востребованы, да, но есть кто-то, кто готов попытаться манипулировать при помощи этих идей широкими народными массами. И он убивается этой возможностью вещать к толпе, обращаясь, да, как и собственно там холбы истины и так далее. Но это все жулики же. Они совершенно не искренние, они не верят в то, что говорят. Почему? Почему вы так думаете? Мне кажется, что... И другие вещи интересуют. Ну, а вам не видно, что ли это самим? Дугин как бы не так, чтобы много чего-то нажил. Он, конечно, искренний идеолог. Ну, я не исключаю такого, я прекрасно понимаю, что может быть главе. Дугин хотя бы как-то достаточно последовательный. Вот эта вот идея про православие, про то, что запад индивидуалистский, а у нас вот та самая коллективная душа, он, по-моему, всегда говорил, там, начиная с конца 80-х. Идея, кстати, это вполне Достоевская, вполне христианская, православная конкретно. Ну, а теперь Дугин совершенно неправославный человек. И если вы читали его биографию, вы знаете, что там те вещи, когда он занимался в юности на московских квартирах, никакого отношения к православию и православной баллами не имеют. Ну, так образуемый человек. Систанизм, я считаю. Ну, ладно, оставим его, в общем, в покое. Так, значит, идеи, если там разбирать, так они завиральные, эстетские, и никакого отношения к правде жизни не имеющие. Вообще, во власти сейчас, я бы сказал так, что идеологов там нет. Там есть престарелые оппортунисты, которые всю жизнь свою сознательно провели попытку набить все карманы, каким-то образом присосавшись к этой кормушке государственной, к этому вымене России, каким-то образом что-то там из него насосать себе. И потом к старости, понимая, что осталось не так много времени, озаботившиеся смыслами жизни и решившие себе некую историческую миссию придумать, на халяву практически, то есть опираясь на ошибочные разведданные. И вот эта попытка осмыслить свою проведенную в мелочном воровстве жизнь, собственно, и есть то, что мы сейчас видим, то, что мы принимаем за их пассионатность. На самом деле нет, понимаете? То есть и хуже того, эти деды вталкивают в смерть молодых людей, 20-летних, 30-летних, 40-летних, подкармливая свои амбиции людоедские жизнями людей, которым еще нужно было бы жить и жить, понимаете, и которым еще будущее поколение российских детей нужно было бы зачинать и их рождать. В общем, ужасно. Я совершенно не верю в искусство этих людей. Единственное, что я верю, это проблемы с самооценкой. В их желании прогреметь, прозвучать, чтобы уважали в плохом посту, там каблуком по трибуне организации объединенных нас. Это искренне достаточно мотивация, но она совершенно к никакой идеологии отношений не уменьшает. Идеология путанная, отсюда у нас хорошо-то шевинизм, здесь у нас Тостоевского, здесь у нас Зелина, здесь у нас Владимир Ленин, тут мы антиколониалисты, тут мы сами колониалисты. Послушайте речь Путина, в общем, в Кремле, когда он объявлял присоединение технологий четырех образований к Российской Федерации. Ну, там часть вообще жесткий, ультралевый антиколониализм. Кому в России вообще это интересно? Это вообще направлено на западную аудиторию, чтобы западные, там частично-терректуальные линии, возможно, от майн-стрима политического отколола. Тут же какие-то там мракобесные, домофобские, ультраправые, фундаменталистские сентенции про родителей 1-1-2. Я знаю только одного человека в нашей стране, которому все это интересно, и он нашей страной управляет. Больше я ни от кого это не слышал. Ты больше у него в окружении таких людей, которые родили 1-1-1-2 сами, немало, и которые через суррогатных матерей очень детей себе забыли. Ну и что? То есть это все, это все бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, а реально только кровище, которое нам отопливается. Я периодически мониторю всякие ястребиные телеграм-каналы, и в частности я выцепила там мысль, которая у многих мелькает, что на Западе сейчас многие, наоборот, восхищаются Владимиром Путином, я имею в виду не политиков, а какой-то более-менее бытовой уровень, потому что вот он противостоит Западу, он не боится идти против этой левой повестки, которая на Западе практически везде доминирует, это вот сильный и смелый человек, поэтому для многих сейчас это кумир. Как думаете, насколько это соответствует действительно? Я считаю, что это очередной псевдопатриотический имперский пиздеж, вот так скажу вам. Потому что на самом деле есть опросы, которые говорят о том, что у вас там как бы счетчик есть, да? Нет, просто. Лиза не стяжалась. Что касается этого всего, были опросы, которые поддержка действий России с начала войны упала с 30% в Европе, до 10%. Действительно, встречаются еще иногда такие люди, которые говорят, что ты молодец, но главная их причина в том, что, ну главная причина в том, что они так говорят, в их, собственно, антиамериканизме. Просто есть, разумеется, и во Франции, и в Германии, и в Италии люди, настроенные антиамериканские, которые считают, что это Франция должна была быть купом мира, а не Америка, или Германия должна была быть купом мира, а не Америка. И вот они так или иначе к Америке относятся нехорошо. И поскольку их собственное правительство, значит, Америки, никакого вызова бросать не собирается, то они маструбируют на тех в мире, кто это делает, то Китай, или быть, будь то, там, Россия, или быть еще кто-то. Не связано с тем, что Россия молодец. Они понимают, что она в стране происходит, что население им очень унищает, живет сейчас в страхе, что воюет безусловно война. Мне просто нравится образ какой-то, вот есть такой чел в мире, который не побоялся Америки, не побоялся в России. Какой-то образ, не знаю, Джессина Стетхэма из боевика. Может быть, Стивена Сигла, раз мы сегодня говорили. Мне кажется, разница просто режет голос. Но, в общем, повторюсь, все то, как Россия вела эту войну, с военными преступлениями, с полными рвами гражданских казненов, с бомбардировкой мирных городов, все это от России отвратило две трети тех, кто до начала войны ее поддерживает. То, что это будут в телеграм-каналах, как бы, православно-патриотических писать, ну а что им еще писать? Ну, а для меня есть разные блогеры, включая даже Джордан Питерсон такое неоднозначное видео записал. Вы знаете, как к нему относятся, мол, что есть вот некая война ценностей на Западе, гражданская, и Путин, он в нерве этой войны. Работает вот так наша пропаганда. Находит каких-то одиноких задротов, которые там что-то сказали. Слушайте, я вот читаю русские новости, сейчас российские. Какие-то там, Иван Пупкин заявил, что Макаревич предатель, да. Это понятно, понятно. Но Питерсон вот эти артики не бы заговорит величайший философ. Выдастся в сон у каких-то несуществующих персонажей, которых, может быть, тут же все эти тролли на фабрике тролли, их инструируют, придумывают, и фамилии там заставляют из названия, там, пачкан, на пачку кефир и молока, понимаете? И тут же, как будто их мнение там равнозначно мнению кого-то. Какой-то блогер, на каком-то там, в Америке, какой-то непонятный чел, в Тритере что-то написал, и тут же его масштабируют, ацитируют и так далее. Вот факт масштабирования цитаты придает этому значение. Ну, не знаю, мне кажется, что это в принципе сейчас не очень в информационном поле это проходит мимо. Но, во всяком случае, если не говорить про тех, кто, в принципе, смотрит Первый канал днем и ночью. Кто обращает внимание на таких ацетах? Ну, смотри, если мы посмотрим... Это не эксперт, это просто одна из тактик пропаганды. Когда ты берешь несуществующего человека, его, как бы, оформляешь, объясняешь, что это ведущий Американский стекл, он где-то там какой-нибудь там ничиганском местном, мне даже ничиганского это многовато. В ТНСИ что-то там написал в местной газете на 4 тысяч человек. Это вот приватно у нас это увеличивается, под увеличительным стеклом рассматривается, масштабируется, это подносится так, как будто это мнение равное мнению Американского стендерства. Нет. Ну, то есть, зачем вообще играть на руку пропаганды, где-то всерьез как-то рассматривать? Гораздо важнее те фактические действия, которые страны Запада и правительство предпринимают, потому что надо всегда судить в особенности политиков не по словам, а по делам. Если бы наших политиков по словам судили, мы бы сами не были бы в этой ситуации. Дмитрий, можно опять же вас как русского писателя спрошу, как вы восприняли, как вообще сегодня нужно воспринимать такие вещи, как, например, снос памятника Пушкину в Киеве? С какими вообще чувствами? Как подходить? Значит, это отдельная страна, на которую мы напали без объявления войны, без причин, которую мы бомбим, жителей, которые мы убиваем, гражданских в том числе, которые героически сопротивляются нам. Мы являемся страной гораздо более могущественной, мощной, многочисленной населенной. Оставьте их в покое. Это все больше не наше дело. Люди имеют право делать все, что угодно. Если вы хотите, что как бы не кэнцлит Пушкина, не кэнцлит Пушкин в пределах Российской Федерации. Все, оставьте в покое просто Украину. Оставьте ее в покое. Дайте им жить своей жизнью, они сами разберутся. Украина управляется сейчас неординарными, талантливыми людьми, которые высказали в тяжелейшей ситуации и сохранили единство государства. И при этом, учитывая обстоятельства, в которых ведется эта война, максимально сохраняют человеческое лицо. В то время как... То есть не наша страна с ее звереющим режимом, с феней в качестве официального лексикона Министерства иностранных дел и не с наемниками и головорезами, которые, в общем, подменяли собой официальные структуры, мы будем сейчас учить чему-то Украину. Была просто ситуация, ну, несколько симметричная, с картиной Ван Гога, куда эко-активистки с хорошими намерениями плеснули банку томатного супа. Ну, как бы спрашивается, если ты против нефти, при чем здесь Ван Гог? Если ты против российского режима, российской армии, в Российской Федерации как государство, при чем здесь Пушкин? Еще раз, оставим в покое Украину и предоставим возможность самостоятельно решать свои судьбы. То есть про Англию тоже так, то есть мы не можем Англию тоже обсуждать. Перевод стрелок — это тоже метод действия пропаганды. Это переключение внимания на свою проблему, которая реально для тебя важна и которая определяет укушающийся стремительно образ твоей жизни, когда ты не только начинаешь ищать деньги, но еще боишься выйти из дома, чтобы не получить повестку военкомата и фактически как бы приглашение на собственную казнь. Почему мы говорим о том, что в Америке негр вешают, если у нас наши беды вообще с этим не связаны? Ну, Дмитрий, это тоже так много... То есть мы не можем вообще здесь обсуждать? Это просто лечебный прием, который использует пропаганда для того, чтобы заблокировать твой какой-то аргумент. Говорит, а у них? А у них Пушкин? То есть вещи есть, которые нельзя обсуждать в России? То есть нам русским людям нельзя обсуждать, что там бросили банку в Ван Гога, потому что это отдельная страна Великобритания? Это бессмысленное обсуждение в этом контексте. Если мы хотим разобраться в том, что происходит у нас, мы должны говорить о том, что происходит у нас. Переключение внимания на триггеры какие-то эмоциональные, психологические, которые говорят, подождите, а они? Это просто пресекает разговор по существу о том, в чем проблема в России, в чем проблема нашего режима, в чем проблема народа, почему у нас так, и почему мы катимся в преисподнюю. Мы не катимся в преисподнюю из-за Ван Гога, мы не катимся в преисподнюю, потому что... Американцы откролись в город. Мы не катимся в преисподнюю, потому что надо бомбить Лукосово. Мы не катимся в преисподнюю, потому что кто-то льет супом на Ван Гога. Понимаете? Это все не имеет отношения к дискуссии. Это все попытка сказать, что мы не так плохи, потому что есть другие. Что вы хотите сказать этим? вот такое ощущение потом неважно что вы хотите как бы ну как бы последовательно но они посмотрите у меня есть немало таких знакомых которые говорят но они же просились ну особенно знакомые конечно которые не могут выходить поделать федерации и вынуждены занимать позиции все так однозначно чтобы объяснить себе свое бездействие потому что они просились ну они что святые что ли да у них президент наркоман ну а что мы как бы о чем ну и да и надо было себя по сдержанию вести кстати вас таких людей доставка прилично образовать на уровня смотри filter in три или так далее весь большом учетом люди просто пытаются вы говорите сами сами сразу быстро тебя грозить тайна собственно как бы дети не хочу сейчас что это толстыми того что ничего для этого не делают никаких scholов комфортный конченка лежать и вы во избежание при долине никого октябренне дел出神oaula с ли он начинает рассказыв? себе или на 8 что у нас аabile украина сами спрозивали а вы считаете оставшихся людей в зоне комфорта что они остались вот реально те кто остались тех кто там подвергается репрессиям риску посадок штрафом как минимум диск водитацию нет где не секундочку есть люди которые люди, которые продолжают каким-то образом заявлять свою позицию, вызывают у меня огромное уважение, несмотря на все опасности. Эти люди не остались в зоне комфорта. Однако было немало людей, которые предпочли полностью игнорировать ситуацию, не имея весь доступ к ней. Мы не говорим про так называемых простых людей каких-то, которые только имеют доступ к Первому каналу и не умеют пользоваться Телеграмом. Мы говорим про среднемосковский и петербургский класс, которые имели возможность, владая доступом к информации, хотя бы как-то гуманитарно содействовать этому. То есть я, находясь за границей, не вправе призывать ни этого, ни делу к каким-то уличным акциям, потому что сам нельзя сказать, что полная безопасность, но тем не менее в недосягаемости профильных органов нахожусь. Поэтому мы людей на площадь никогда из-за границы и не звали. Но есть люди, которые просто, ну, здесь же платят сейчас деньги, ну, нормально все. Ну, вот в Питер можно сгонять, нормально. Ну, там на Патриках рейтики работают, ну, отлично. Что для этого требуется? Для этого требуется просто не притворяться, что нет никакой войны. Что от твоего имени сейчас, в данный момент, Россия, российские военные силы не уничтожают ни в чем не повинных украинских граждан. Военных, мирных и так далее. Просто давайте об этом не будем говорить. Не принято об этом говорить. Да, и было ощущение, конечно, некой эфемерности этого тихого столичного быта и существования мирного. Было ощущение, что реальность этим гноем кровищей пролит, пролит, пролит однажды этот пузырь и захлестнет это все. Потому что, ну, так не бывает. Когда у тебя в одну сторону ты поехал, у тебя Петербург и Гастробары, а в другую сторону ты поехал, на то же состояние, и там Харьков, и смерть, разрушение, и полгорода уничтожено, и люди под завалом гибнут. И то же самое расстояние. Просто ты едешь, ну, как бы, в Петербург, они как бы, ну, на север-то ездят, а не на юг, это все. То есть, повторюсь, я не хочу никого осуждать, и я право не имею никого осуждать, но происходят со страной нашей и с народом трагические события, которые не только изнаружи нас меняют, но и изнутри очень сильно. И это в очень большой степени, это опыт приведения к состоянию животной покорности вот этого всего нашего за 30 лет выросшего и сформировавшегося, непоротого свободного поколения, которое жило, будучи предоставленным саму себе, и не испытывало давления идеологии, и формировалось вообще на вольных хлебах и на свежем воздухе. Теперь все это поколение ему напоминает о том, что такое страшный ужас, напоминает ему о том, что такое, в общем, принудительное обожание, напоминает ему о том, что государство имеет право каждого человека просто взять и сожрать. И все это мы проживаем впервые. Наверное, идеалист во мне говорил, ну, как же так, неужели мы не ценим свободу, неужели мы не ценим свои собственные права, да неужели мы хотя бы не имеем достаточно, как бы, прозорливости, чтобы понять это и хотя бы себя и свою семью спасти. Но, видимо, на литературном материале никто не учится, а учатся только все на собственной шкуре. Дмитрий, спасибо огромное. Это был писатель Дмитрий Глуховский в эфире «Утреннего разворота». Мы продолжаем наш эфир. Лиза Лазерсон, Лиза Аникина. ...полцами и, значит, жидомасонами-англосаксами, это была одна история. А когда это превратилось в войну настоящую, в которую можно по лотерее попасть любому человеку, и любому же человеку можно по этой лотерее сложить там голову, ты начинаешь себе так или иначе, пройдя вот эту эфирическую проверку, вопросы задавать, есть ли в этом правда или нет, есть тут за что умирать, или умирать тут не за что. И судя по моральному состоянию российских войск, которые мы наблюдаем в видео, записываемых с фронта, ощущения истинных целей и правды, за которые стоило бы там умереть, у людей совершенно нет. Иначе не было необходимости ни в каких загадотрядах, которые в спину людям на передовой стреляют, чтобы они назад не пошли. Ну вот. Да, я хочу успеть еще спросить вас об уголовном деле, о фейках про российскую армию, которая у вас есть, заведена на вас. Совсем недавно Илью Красильщика, бывшего издателя «Медузы», приговорили к 8 годам заочно. У вас, насколько я понимаю, еще нет решения суда. Да, я хотела вас спросить, какие у вас ощущения от этого заочного действия, от того, что вы как будто бы в безопасности, но одновременно с этим вы знаете, что вам категорически нельзя домой, на родину. Как вы себя в этом смысле самоопределяете, идентифицируете? Как это вам сложно или вам уже плевать? Ну, привыкаешь к любой ситуации. Конечно, вся эта история длится уже, на самом деле, больше года. Началась она там в мае, что ли, прошлого года. И за это время, конечно, ты успеваешь привыкнуть к этому самоощущению. Потом, ну, то есть главное, что здесь на самом деле, то есть два аспекта – ощущение себя в безопасности или в небезопасности, и ощущение собственной правоты и неправоты. Поскольку российское государство себя давно уже, сейчас окончательно зарекомендовало, это государство неправедное, и поскольку закон, по которому меня пытаются судить, это закон людоедский и иезуитский, да, то есть это запрет говорить правду о военных преступлениях, совершаемых российской армией в целях сохранения, ну, узурпационного путинского режима, то я себя ощущаю правым, и поэтому никакого супердиссонанса у меня здесь не возникает. Я понимаю, что я здесь молодец, а они как бы не молодцы. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается безопасности, ну, наверное, в Европе можно себя относительно безопасности ощущать, хотя не в тотальной, но и есть серьезные очень логистические ограничения, связанные с перемещением не только в Россию и над Россией, но еще и вокруг нее в целом ряде стран, и СНГ, и так далее. Вот это все, конечно, немножко усложняет жизнь. С другой стороны, наверное, ну, просто критиковать власть, зная, что за это ничего не будет. Тут это как бы эмоционально, не то чтобы это придавало весы моим словам, но я чувствую, что без этой цены, которую мне так или иначе приходится платить за сохранение свободы высказывания, слова эти были гораздо более легковесные. И как бы, ну, если надо платить чем-то за возможность продолжать говорить правду, а это, в общем, единственное, чем я пытаюсь по мере сил заниматься, значит, приходится эту цену платить. При этом ваши книжки с маркировкой наверняка, да, продаются все еще в российских книжных магазинах? Книжки продаются. Но при этом снимать кино... Деньги от этого получить никак нельзя. А, деньги нельзя получить. Это как во сне, нашел клад, но пытаешься его из основа вытащить наружу, как бы в реальный мир, а он не вытаскивается. Ну, вот такая же история с этими продажами книжек, как бы там они продаются, но сделать с этими деньгами ничего нельзя. Да, но кино по вашим произведениям, я так понимаю, уже больше не снимают, не рискуют. Все кинопроекты были заморожены еще два с половиной года назад, на самом деле, три года назад. Вот после того, как я публично поддержал Алексея Навального после его ареста, был такой эмоциональный момент, был невозможный человек, который только что отравили, еще арестовывает. Я старался, в принципе, померить сил от поддержки любой политической партии, в том числе и от Навального. Но это был слишком вопиющий же случай. Я записал, в общем, видео в поддержку Алексея Навального. Оно превратило меня в фигуранта санитарного дела, так называемого. И вот с этого момента все мои кинопроекты были закрыты. Да, это понятно. Я в завершение хотела бы вас спросить, вот вы встречаетесь, например, условно, в Германии, с какими-то новыми людьми, вы представляетесь. Как себя идентифицируете? Кто вы? Я Дмитрий Глуховский. Ну, вообще, как бы писатель русский. Российский, русский. Русский имеется в виду не с точки зрения национальности, потому что я русский не целиком, а вот она там примерно половина. Ну, русский писатель имеется в виду попадание в образ какой-то существующий в европейской культуре русского писателя. И как это обычно воспринимается? Встречали ли вы хоть раз дополнительные вопросы? А какой именно? А кого вы поддерживаете? А на чьей вы стране? Или это исключено? Нет, ну, конечно, среди людей, которые политикой интересуются, или которые интересуются просто новостями хотя бы, дальше это вызывает, ну, интерес и развитие дискуссии. И я, разумеется, о своих позициях достаточно прямо людям рассказываю. Отторжения, конфликтов, драк, споров яростных у меня не возникало. Это отлично. И слава богу. Спасибо вам. Очень интересные 45 минут мы с вами провели вместе на дожде. Это Дмитрий Глуховский, русский писатель. Благодарю вас. Спасибо большое. Очевидно, началась предуберная кампания Владимира Путина. И эта предуберная кампания оказалась прямым образом связана с борьбой с ЛГБТ-движением, с запретом ЛГБТ-движения, как экстремистская организация, очевидно, это нас ждет 30 ноября, с борьбой с правами женщин и прочее, прочее. Как вы думаете, вот эти традиционные ценности, верят ли в них избиратели в России, вообще люди в России, большинство людей, скажем так, потому что статистики у нас нормальной нет, поэтому мне интересны ваши ощущения. И верят ли они и Владимиру Путину? Знаете, мне кажется, что в любом опросе общественного мнения, проводящегося сейчас в России, люди имеют в виду в первую очередь, что их видят или с ними разговаривают, или звонят на телефонный номер, то есть их этим образом идентифицировали. И поскольку люди находятся в контексте всей той оголтелой, с одной стороны, пропаганды, включая пропаганду ненависти, с другой стороны, пропаганду, безусловно, лоялизма, любым, включая самые человеконенавистнические и людоедские инициативы российской власти, люди знают, что они проверяются сейчас на вшивость. И поэтому они дают тот ответ, который необходим, чтобы дальше продолжить спокойно существовать, не привлекая внимания власти и ее карательных органов. Поэтому, когда человека спрашивают, поддерживают ли он консервативные ценности, он понимает, что если по телевизору столько про них говорят, то, наверное, лучше сказать, что он их поддерживает. Надо напомнить вам, что пропагандируют консервативные ценности у нас люди, начиная с Владимира Путина, которые ведут совершенно закрытый, никому непонятный образ жизни, явно совершенно никакого отношения к консервативным ценностям не имеющий. Человек разведен много лет, и мы ничего не знаем про его личную жизнь. Совершенно очевидно, что это недобропорядочный отец семьи. И остальные люди, которые это знамя борьбы за семейные ценности подняли, это люди, мягко говоря, сомнительной семейной репутации, которые, ну, понятное дело, как и многие другие люди властью отягощенные, развращенные, имеющие массу привилегий, которые власть дает, совершенно ничем не стесняемые в своей личной жизни. Но это люди именно те, которые нам предлагают не ковыряться в носу, скажем так, как вы не говорите, знаете. Да, кстати, это очень интересно. Я думаю, что люди все это понимают прекрасно. Люди понимают, что лицемеры учат их морали. Почему именно эта тема получила такое широкое развитие, такое применение активное? И вот так именно это навязывается сейчас? Ну, потому что строят декорацию права и диктатуры, и в правых диктатурах фашистских именно эта тема всегда используется в качестве какой-то идеологической прошивки. Тут у тебя и биополитика, контроль за правом человека отправлять те или иные свои естественные потребности биологические, контроль за тем, как он живет, навязывание людям, которые не совсем по православным или исламским канонам живут, чувство вины и ощущение инакрости, преследуемости в обществе, что повышает их политическую лояльность. Как мы видим в примере многих и многих представителей подпольного ЛГБТ-движения, которые присутствуют у нас в правительстве, на эстраде и так далее, которые вынуждены гораздо более яркую лаэлийскую позицию занимать, чем люди, которые, в общем, ведут обычный какой-то гидросексуальный образ жизни. И это именно так работает. Это, в Тругацкий, в частности, описано, знаете, в «Обитаемом острове», когда были там у них эти люди подвержены, не подвержены, наоборот, излучению башен. Именно, с одной стороны, они всем управляли, а с другой стороны, такие, как они во правительство не вошедшие, и преследовались. Вы знаете, наверняка вы встречали, Дмитрий, вот этот тезис о глубинном народе русском, которому нравится, к которому заходят вот такие месседжи со стороны власти. То, что мы с вами говорим о статистике, которую невозможно представлять при нынешних обстоятельствах, в нынешних условиях, это как бы не важно, а важно то, что путинский консерватизм, фашистствующий, он откликается в сердцах большого количества россиян. Вы бы согласились с таким утверждением? Я думаю, что надо следить за статистикой по бракам, по разводам, по абортам и так далее, и так далее. Российское общество совершенно не архаичное, это современное общество, которое, если от чего-то страдает, пострадает от недокормленности, и которое не было бы совершенно к мракобесию склонно, если бы его в мракобесии палками ментовскими не загоняли, понимаете? Поэтому я не считаю, что консервативные ценности искренне народу близки. Возможно, прослойка людей, которые каким-то образом за ультраконсервативные ценности, благодаря нагнетанию со стороны государства, это пропагандирование ультру консервативных ценностей со стороны государства при помощи всех доступных государственных каналов, и системы образования, и системы масс-медиа, и административного ресурса. Возможно, эта прослойка выросла немного. Но если вы просто... Ну, мы с вами не можем, к сожалению, в Российской Федерации посмотреть вокруг себя, но судя по отчетам и рассказам всех моих друзей, которые все еще в России находятся, ничего похожего на консерватизм они вокруг себя не замечают. Скорее, это больше похоже, насколько я понимаю, на Берлин между мировыми войнами.